здравствуйте друзья здесь демитков юрий в пятницу непосредственно перед праздниками ездил в открытии брокер там была встреча организована открытием с инвесторами по поводу стратегии wall street в принципе и автор этой стратегии сергей хистанов представлял ну и надо на такие встречи ездить я считаю потому что ну было очень очень интересно но кратенько постараюсь передать что было но прежде всего он такой вот весь солидный такой как академик выглядит конечно сейчас я думаю вы увидите там кратенько я покажу снимать мне разрешили но там снимать особенно нечего звук плохой поэтому постараюсь передать словами что было первое он прежде чем говорить о стратегии wall street предложил задать вопросы и первый же вопрос который был когда коррекция вот что имелось ввиду имелось следующее смотрите вот здесь вы сейчас видите s&p 500 вот и вы помните что в прошлом году значит в конце где-то с октября месяца индекс s&p 500 начал падать потом он очень сильно упал и он падал вплоть до конца декабря очень сильно упал настолько сильно что по итогам года были очень сказать зафиксированы s&p 500 по итогам года упал просто по итогам года но в конце декабря он начал расти и за три месяца последовавший он полностью вы видите восстановил свои позиции и инвесторы стали опасаться грипп ну вот сейчас он достиг максимума снова что будет дальше вот на на что мне сергей хистанов сказал что в общем-то сказать почему было падение потому что торговая война между сша и китаем она вот обострилась и значит там вводились встречные пошлины значит со стороны сша на китайские товары с китая на акции сша начну не на акции на товары из сша и на акции я не зря оговорился например там был конфликт между apple между сейчас скажу был конфликт с huawei вот и американский суд вынес постановление об аресте главы компании huawei китайской китайцы ответили запретом продаж айфонов на территории китая вот соответственно это было очень больно вот сейчас как сказал хистанов торговые вот эти вот переговоры по торговле между сша и китаем идут и кажется они завершаются ну вполне себе мирно и это успокаивает очень здорово рынки с одной стороны с другой стороны был задан вопрос о том а как же торговые споры с европой но на что он ответил что по масштабам воздействия на глобальные рынки торговые споры с европом где-то в два с половиной раза меньше по силе воздействия чем сила воздействия китайского рынка но он сказал что скорее всего с европой то уж точно договорятся потому что традиционно договариваются во первых но говорит что скорее всего меркель пойдет на уступки и придется и купить какой-то объем американской нефти и газа и в общем сказать на этом все успокоится американцы снимут после нас и европейских автопроизводителей и не будут так наседать вот поэтому он ожидает что в общем сказать индекс s&p 500 будет дальше но расти может быть не так интенсивно потому что последние лет пять он очень сильно рос вот значит был приводился график бурного роста вот и вот так далее последовал анализ мировых валют то есть вопрос был какой какой валюте держать свои активы и анализировал следующие китай юань доллар сша евро российские рубль естественно и швейцарский франк вот и вот такие валюты проанализировались на и смотрите китай он говорит что но китай закрытый рынок там нет демократии и китайского руководства поставила сейчас задачу развивать внутренний рынок китая и нет никаких признаков к тому что китайский юань будет расти скорее он будет падать поэтому юань более чем сомнительна валюта для инвестиций далее значит по поводу евро по поводу евро он сказал следующее очень интересно он так немножечко отвлекся и говорит что евро это уникальная вообще говоря история потому что есть в истории масса вариантов когда в одной стране ходит сразу несколько валют ходила таких историй огромное количество и раньше было и сейчас наблюдается а вот когда несколько разных стран имеет одну валюту это впервые в жизни это величайший эксперимент который вот мы свидетели этого эксперимента но и который естественно имеет ряд трудностей вот но что значит в одной стране несколько валют ну например в россии вы знаете что в советском союзе вот он привел пример говорит были что были рубли которые были у всех были чеки которые получали дипломаты разные и их можно было отоварить в березке вот если кто старый знает вот и были какие-то боны то что выдавали морякам это не то же самое оказывается что чеки ниже экономбанка но очень похоже вот то есть было три различных валюты сейчас венесуэле искать несколько валют то же самое в аргентине было несколько валют то есть есть разные валюты есть валюты как бы для которые вот твердые а есть валюты которые для всех вот что по поводу евро он говорит уникальная ситуация есть центробанк единый который выпускает вот это евро самое и нет единого министерства финансов нет единого министерства по налогам и сборам поэтому у каждой страны своя налоговая система у каждой страны свое министерство финансов вот но при этом параметры бюджета соответственно тоже разные формирование бюджета тоже идет по-разному но валюта одна и та же он говорит следующее что в связи с этим есть страны которые больше получают евро в бюджет чем отдают а есть и страны которые получают больше евро чем отдают и соответственно это наблюдается дисбаланс поэтому здесь есть конфликт который будет так или иначе разрешаться ну как какие два варианта он говорит но он есть вариант что будут от зоны евро откалываться страны в частности Франция и Италия это очень болезненно будет для зоны евро либо в сторону большей интеграции то есть появится общее министерство налогов и сборов то есть они будут унифицировать налоги и будут унифицировать финансы траты но соответственно это значит что суверенитет суверенитетом придется поделиться тем стран которые захотят остаться в зонах евро поэтому евро будет он говорит но в каком-то достаточно долгосрочном перспективе турбулентность некоторая поэтому вот он сказал что вот так дальше по поводу рубля он привел такую диаграмму значит и там диаграммочка ровно на три части как эмблема мерседес делилась это поступление в российский бюджет от различных секторов вот за счет чего формируется российский бюджет за счет ндс за счет налогов с доходов населения и за счет экспортных операций он говорит что но вот ндс подняли экономика не растет поэтому судя по всему здесь роста не будет за счет чего формируется вот рост вот зарплаты у людей тоже не растут потому что не растет экономика здесь тоже все достаточно кисло и остается только экспорт то будет с рублем говорит ну естественное желание опустить курс рубля то есть он может быть локально там укрепляться дам до 63 там вот там какие-то облигации будут покупать но глобально рубль при таких параметрах экономики будет обречен теперь далее значит вот сейчас вы видите значит он представляет такой график там за несколько лет и там есть вы видите диаграммочка такая он говорит что каждый столбец это ввп за квартал и там видно что был период роста ввп когда был достаточно большой рост который потом сменился падением там 2008 насколько помню год потом после этого возобновился рост он стал уже поменьше потом 2014 году новый кризис новое падение и последние несколько столбиков там это положительная динамика это окончание кризиса это рост но рост слабенький и он сказал что здесь уже не рост а в общем стагнация то есть наблюдается минимальный едва различимый рост экономики но при этом жизненный уровень населения все равно падает поэтому соответственно как долго это будет длится он сказал что а какие факторы говорят о том что он переменится пока у руководства пока не изменится политическое руководство страны как он сказал никаких перспектив к росту экономики нет поэтому ну вот с рублем вот так вот поэтому он сказал что остается да швейцарский франкс задали вопрос швейцарский франкс ну он говорит сразу что что вы знаете какая ставка по швейцарскому франку франкс они что знают, да, отрицательно. То есть, если вы вкладываете швейцарский франк, то, во-первых, у вас отрицательная динамика по швейцарскому франку сразу, и, во-вторых, значит, швейцарский франк, соответственно, очень мало инструментов для вложения в швейцарском франке. То есть, вы знаете, что мало чего можно купить за швейцарские франки на фондовом рынке, поэтому остается только доллар. И поэтому вот все деньги мира, в общем сказать, они устремляются в Америку, и, собственно говоря, поэтому американских акций дофига, их можно покупать, продавать сколько хочешь, и американских инструментов, поэтому вот это и удерживает доллар. И на это как раз рассчитана стратегия Wall Street. Стратегия Wall Street чисто, дальше он начал представлять стратегию Wall Street, вот, это чисто спекулятивная стратегия, вот, там робот, заложены основные акции какие-то, вот, ну, он сказал, принцип какой, в стратегии Wall Street участвуют только те акции, которые по итогам предыдущего года были выше, чем ну, выше, чем в конце года, выше, чем в начале года, то есть, которые выросли исключительно, вот, собственно, и ну, по каким-то определенным стратегиям они покупаются, и сразу ставятся стопы на продажу, то есть там где-то, он говорил сто раз в неделю где-то, ну, на самом деле, в последнее время намного реже происходят торговые сигналы по Wall Street, вот, что он сказал, ну, максимальная просадка, которая была там, по-моему, 13%, что, а, нет, 13% это средняя доходность по этой стратегии, валюте, это очень здорово на самом деле, ну, и максимальная просадка там, по-моему, была в районе 28-6%, там, в общем-то, солидная просадка была, вот, ну, вот так, вот, поэтому, и дальше он начал рассказывать о том, как она вела себя, ну, вела себя она и у меня, и это совпадает, да, в начале года была просадка, потому что там было несколько рекомендаций, которые сработали в минус, так хорошо в минус сработали, я немножечко расстроился, но продолжал, в общем, то, следовать рекомендациям во многом, знакомил вас с этими рекомендациями и сам показывал, что происходит, там вы видели, что были убытки, ну, были и доходные сделки, как и обещалось, в общем-то сказать, доходные сделки здорово уходили в плюс, поэтому, в общем-то сказать, там есть небольшой плюс, в общем-то сказать, все ровно так, как и обещалось на самом деле, то есть 13% в годовых валюте, к тому все, в идет, вот, поэтому, поэтому он рекомендовал и дальше следовать, но дальше у меня время поджимало, мне надо было бежать на электричку и, соответственно, я убежал, не дождался до конца, было очень-очень интересно, конечно, послушать, пообщаться с инвесторами, про тарифы речь просто не шла, в кулуарах я спросил, но они говорят, ну да, вот тарифы, как у всех теперь, да, это, конечно, расстройство, ну, в общем, вот так, вот, про тарифы я еще буду выяснять, о открытии брокер, поэтому оставайтесь на моем канале, сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, ну и до встречи, с вами был Демитров Юрий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!